Всем привет! Сегодня мы с вами разберем известную песню «С днём рождения тебя» или «Happy Badger to You». Вы можете её сыграть на юбилее мамы, папы, бабушки или друга, порадовать своих родных и близких. Я покажу вам несколько вариантов и несколько тональностей. В той тональности, в которой вам будет удобно петь, соответственно, вы будете в ней играть. Я покажу перебор, аккорды и покажу, как играть вместе с мелодией, так называемый «фильмер стайл». Обязательно подписываемся на канал и ставим уведомление, колокольчик, чтобы знать, когда выходят новые видео. Зажимаем на втором ладу указательным пальцем третью струну. Играем, дергаем её два раза. Затем играем четвёртую и вторую, это открытые струны. Опять играем третью, зажатую на втором ладу. И ставим палец на третий лад, вторую струну. Ну и потом можно просто подвинуть этот палец на второй лад, вторую струну. Играем вместе с пятой. Вот мы это сыграли. Далее мы играем на втором ладу третью струну. Её играем два раза. Дергаем вторую, пятую. Третью указательным пальцем и первую, открытую. И затем ставим на третий лад второй палец на вторую струну. И играем это вместе с четвёртой струной. Далее я играю на втором ладу третью два раза. И вот здесь такое сложное место относительно, когда мы на пятый лад ставим мизинец. Играем его с четвёртой басовой струной. Мизинецом, четвёртым пальцем. Потом уходим на второй лад. Дергаем на третьем ладу вторую два раза. Полностью это звучит так. Дальше мы играем на втором ладу второй лад с третьей открытой. Открытая струна. И вот здесь уже зажимается третий лад, первая струна. Два раза дергаем. Дальше мы играем второй лад. Первая струна с четвёртым басом открытым. Уходим на третий лад вторую струну. Открытая. Первая и пятая. Ну и завершает у нас последние два звука. На третьем ладу зажимается вторая струна и дергается с четвёртым басом. Всё. Такие аккорды используются. Очень простые. То есть аккорды. Значит три аккорда. Это аккорд Д. Аккорд А. Аккорд А можно зажимать. Либо первый вариант вы можете зажать его так. То есть второй, третий и четвёртый палец мизинец на втором ладу. Можно зажать ещё вот так его. То есть первый, второй, третий палец. И последний аккорд. Это у нас аккорд Ж. Соль мажор. То есть его можно взять вот так. Либо можно взять. Либо кто-то берёт ещё вот так. 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 Ну считается правильно вот так. Объясню почему. Потому что когда вы играете какие-то пассажи с этим аккордом. При такой аппликатуре вы уже так не сможете сыграть. Если вам нужно, чтобы бас у вас всегда гудел на фоне мелодии. Кто-то берёт так. То есть если вам надо играть соло, вы берёте так, аккорд Ж. Если вы играете просто аккорд, можно сыграть с такой аппликатурой. Либо с такой аппликатурой. То есть резинец. И третий палец на второй стороне. Четвёртый бас открытый. Аккорд Д. Далее идёт аккорд А. Опять аккорд А. Потом аккорд Д. Ещё раз аккорд Д. Уже аккорд Ж. Соль мажор. С шестым басом. Далее аккорд Д. Четвёртый бас. Два. И на третью долю. То есть раз, два. Мы берём аккорд А. И опять аккорд Ж. Предпоследний такт играется так. Бас. Три струны. Аккорд А. Можно провести просто так. Пальцами. С днём рождения тебя. С днём рождения тебя. С днём рождения. С днём рождения. С днём рождения тебя. Для продвинутых показываю такой перебор. На каждый аккорд играется такой перебор. По шесть звуков. Бас. Третья. Первая и вторая вместе. Третья. Первая и вторая вместе. Третья. Такая вот схема. П, И, М, А вместе, И, М, А вместе, И. В медленном темпе звучит так. И получается вот так вот. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Это у нас был первый вариант. Теперь я покажу, как играть эту песню в тональности ми мажор. Там тоже будет три аккорда. Аккорд А, аккорд Е, аккорд Д и аккорд А. Для начала давайте разберем сольную партию. Я покажу, как играть соло. В втором ладу зажимаем четвертую струну, играем два раза ее. Далее мы идем мизинцем на четвертый лад с пятым басом. Возврат на второй лад. И этот же палец идет на третью струну. Еще раз. Далее мы идем на первый лад. Ставим первый палец с шестым басом открытым. На втором ладу четвертая струна дергается два раза. С шестым басом мы берем на четвертый ладу четвертую струну. Возврат на второй лад. И дергаем открытую вторую. И приходим в ля. То есть это второй лад, третья струна. Далее мы поднимаем палец. Этот же дергаем два раза. Первая, пятая открытая. Потом второй лад, вторая струна. Ставим первый указательный вот сюда. На второй лад третью струну. Далее мы его двигаем на первый лад. С четвертым басом дергаем. И нужно дотянуться до четвертого лада. Вот это место. Потом на третьем ладу вторую струну. Дергаем два раза. Второй лад, вторая, с пятым открытым басом. Второй лад, третья струна. Шестая, вторая, открытая. И приходим в звук ля. То есть второй лад, третья струна, с пятым басом. Аккорд А. И три струны вместе. Раз, два, три. Раз, два, три. Опять аккорд Е остается. Потом аккорд ля мажор А. А, опять аккорд А. Аккорд Д. И вот здесь та же фишка. Раз я показывал другой тональности, здесь по сути то же самое. Играется бас, аккорд. Полностью проводится аккорд. То есть аккорд А. Сначала берется аккорд А с пятым басом. Открыто три струны. Раз, два, три. И потом мы приходим в аккорд А опять. Можно также играть перебором, который я до этого показывал. То есть это когда мы дергаем бас, третья и первая, вторая вместе. С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения жи! Последний вариант это в тональности до мажора. Это как бы вот аккорды у нас элементарные. Аккорд С, аккорд Жи. И вместо аккорда Ф, ну в принципе можно взять баррэ. Открытые два раза. Ставим второй палец на второй лад, третью струну. Сдергаем с пятым басом. Открытые третьи. Первый лад, вторая струна. И играем открытую струну с басом. Ставим третий палец на шестой бас. Далее четвёртая струна указательным пальцем. Открытая струна, третья два раза дергается. Остаётся у нас бас. И мы добавляем второй палец на второй лад третьей струны. Играем с шестым басом вместе. Открытые третьи. И мизинцем берём третий лад, вторую струну. И затем приходим в аккорд С. Пятая, вторая. Далее мы играем указательным пальцем четвёртую струну. И дальше идёт у нас соло на третий. Два раза мы дергаем. Добавляем мизинец. Третий лад. Первая струна с пятым басом. Открытая первая. Далее мы играем часть аккорда С. То есть вторая, четвёртая струна. И вот здесь внимание нужно будет поставить на третий лад четвёртую струну. Сыграть вторая, четвёртая. Вторая открытая, не зажатая. И мы приходим на второй лад третью струну указательным пальцем. Дальше мы ставим указательный на первую струну, первого лада. И играем четвёртым басом. Ещё раз. То есть два раза мы играем эту ноту на первом ладу. Ну и концовочка. Часть аккорда С. Третий палец на пятой струне. Первая, пятая. Потом берём указательным первый лад, вторая струна. И вот здесь нужно будет взять такое построение. Мизинец на второй струне третьего лада. И второй палец, средний, да, на втором ладу пятой струны. И приходим в С. С днём рождения тебя! Скорб С. С днём рождения тебя, с днём рождения тебя, с днём рождения, с днём рождения, с днём рождения. Можно вместо аккорда F взять аккорд с такой аппликатурой. На третьем ладу четвёртая, на втором ладу третья зажимается, и на первом ладу указательные две струны зажимают, первую и вторую. Но лучше, конечно, сразу научимся аккорд забрать F. Ну и теперь самый такой интересный вариант, это когда мы играем тему вместе с перебором. Ничего сложного нет. Смотрите, мы ставим аккорд C, играем два раза третью струну. Затем мы ставим второй палец на второй лад третью струну, играем с пятым басом. Но при этом надо указательный поставить на четвёртую струну. Дёргаем третья и пятая вместе, затем четвёртая, затем открытая третья и возврат на четвёртую. Здесь далее нужно умудриться поставить, перекинуть палец первый лад, вторая струна, сыграть вторую и четвёртую. В медленном темпе звучит это так. После этого мы ставим аккорд G, но не полный, то есть мы ставим только третий палец. Играем вторая и шестая, далее четвёртая, третья, четвёртая и два раза третья. Это звучит так. Дальше мы оставляем этот палец, добавляем на второй лад, на второй лад добавляем второй палец и играем шестую и третью вместе. Четвёртый бас, открытая третья и мизинец у нас идёт на третий лад, вторую струну и опять четвёртый бас. И приходим в аккорд C. Пятая, вторая, четвёртая, третья, открытая, четвёртая и два раза третья. В быстром темпе звучит так. Дальше мы оставляем аккорд C, добавляем мизинец на первую струну, играем первую, пятую, третья, открытая первая, третья и два раза вторая струна. Она у нас уже зажата на первом ладу, мы её два раза сыграли. Затем мы опускаем вот этот палец на одну струну ниже, опускаем его на четвёртую, играем четвёртую и вторую вместе. На втором ладу дёргаем третью струну. Дальше играем на первом ладу первую струну два раза. Затем опять ставим третий палец на третий лад. Первая и шестая вместе, третья открытая, указательный первый лад, вторая струна, третья струна. Второй лад, пятая струна, мизинец на третьем ладу на второй струне. Вместе вторую, пятую, затем третья открытая. И приходим в аккорд C. Субтитры создавал DimaTorzok